Продолжение следует... Ну и второй вариант – проводить его незаконно. Здесь коллега Вяткин поработал тоже. Я думаю, в следующий блок законов мы будем рассматривать о повышении ответственности, в том числе доуголовной, за совершение подобного рода нарушений. Тогда какая возможность у людей остается выразить публично свое мнение? Довести его до правительства, довести его до органов власти? Практически никакой. Либо это незаконно, либо остается еще одно право – право на восстание. Кстати, это право закреплено во Всемирной декларации прав человека, которое является одной из основ, в том числе и российского законодательства. Поэтому это никакой не экстремизм, это в принципе то, во что может вылиться вся эта череда запретительных законов. Фракция КПРФ будет голосовать категорически против этого закона. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович. Ваш земляк уже реализовал право в истории России на восстание. Чем это закончилось, мы с вами знаем. Это трагедия. Это трагедия для русского народа, для народов России. Во время гражданской войны погибло 4,5 миллиона человек. Брат на брата пошел. Сын на отца. Успокойтесь. Не будет революции. А что касается этого закона, зачитаю, чтобы не вводили в заблуждение граждан нашей страны. Цель этого закона – оградить нашу страну от иностранного вмешательства. И если вы возьмете и прочитаете вторую статью, которая дополняется в целях организации проведения публичного мероприятия, запрещается перечислении полученных денежных средств, а также передача получения иного имущества от первой иностранных государств или иностранных организаций, международных организаций или международных общественных движений, иностранных граждан и так далее. Коммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, коллеги, страну надо защищать. Видите вызовы какие? А вы про право на восстание. О чем мы говорим? Вот посмотрите, ведь один раз кровью улили друг друга в 17-м, в 91-м году страна развалилась. И сейчас выходим и говорим – право на восстание. Кому это восстание необходимо? Восстание в 17-м году необходимо было Англии, Германии, Соединённым Штатам Америки. Остались без страны, которую столетиями, тысячи лет создавали наши деды и прадеды. В 91-м году остались без страны, опять потому, что это было нужно с одной стороны, тем же зарубежным странам, чтобы стереть с карты Советский Союз. С другой стороны – предательство элит, партийные номенклатуры. И сейчас вы нам предлагаете опять этот путь. Мы защищаем страну, защищаем наших граждан от того, чтобы денежки сюда брали и направляли. А по поводу обвинений, коллеги, мы вчера с вами приняли хороший закон. И речь идёт об ответственности за клевету. Так вот, если бы этим не занимались политики, не нужно было бы принимать эту норму. Политики, поэтому давайте думать о политической культуре. Клевета – это обвинение в уголовном преступлении. Причём обвинение заведомо ложное. И думайте об этом, потому что тот, кто эти камни бросает, завтра пожнёт сами, знаете что. Не надо. Давайте дорожить страной, страна развивается. Страна стала конкурентоспособной. Мы за эти 20 лет сделали многое. И не забывайте, что после развала Советского Союза в долгах были как в шелках. При этом 60% этих долгов было Советского Союза, 40% – долги периода 90-х годов. А вы, вот а вы, мы с вами, коллеги, по существу. Продолжение следует... Продолжение следует...